Развертывание на базе Зимстанской участковой больницы коек круглосуточного пребывания не представляется возможным в связи с отсутствием базы и оборудования. Такой ответ на запрос члена общественной палаты Нины Шмаровой дало Министерство здравоохранения региона. Между тем, общественница убеждена, отсутствие конкретики в ответе чиновников здравоохранения лишь попытка уйти от решения наболевших проблем отдаленного поселка. Анастасия Тюрнина знает подробности. Когда-то в Зимстане был свой круглосуточный стационар. В лучшие годы на 25 коек. Потом, правда, не сразу их количество сократили до пяти. А в 2009-м постоянный стационар и вовсе закрыли. Минздрав назвал это красиво процессом оптимизации. Я всегда выступал против закрытия Зимстанского участковой больницы. Почему? Потому что я прекрасно понимал. В Зимстане живут очень много народу. Сюда прикреплены Волчевский участок, Джольский. С закрытием круглосуточного стационара жизнь зимстанцев не стала лучше. Больных пришлось возить в Усть-Кулом за 70 километров. Вот по такой дороге. Этот материал мы показывали в августе прошлого года, когда в Зимстане из врачей остался только терапевт. Здесь ни одного специалиста нет. У нас единственный терапевт. Педиатра детского у нас нет. Жители поселка начали бить тревогу, а его глава Владимир Ладыгин даже записал обращение к президенту страны. Но проблему это не решило. Зимстанцы обратились в общественную палату. Та направила в отдаленный поселок общественный десант и по результатам поездки написала запрос в Министерство здравоохранения региона. Ответ пришел 20 июля, убедительно поясняя, что сегодня восстановить круглосуточный стационар уже не предоставляется возможным. Якобы нет уже той прежней базы, которая была 6 лет тому назад. Не сохранилось и оборудование. Между тем, как быть в этой ситуации людям, чиновничий ответ не упоминает. Мол, есть в Зимстане дневной стационар, есть терапевт и фельдшер. Этим и довольствуйтесь. В соответствии со штатным расписанием Зимстанской участковой больницы, утвержденным на 2015 год, в педиатрическом кабинете предусмотрена одна ставка фельдшера, одна ставка медицинской сестры участковой. Обе ставки укомплектованы физическими лицами. Должность врача-педиатра штатным расписанием не положена. График выездов на Зимстанский врачебный участок предусматривает выезд педиатра один раз в месяц в 2015 году. А если потребуется экстренная помощь, в Минздраве уверены, помогут специалисты из райцентра. Отсюда до Усть-Кулома всего полтора часа неспешной езды. Оказание медицинской помощи при наличии показаний госпитализации пациентов осуществляется в Усть-Куломской больнице. Время доезда санитарного транспорта от Зимстанской участковой больницы до Усть-Куломской ЦРБ составляет в зависимости от времени года от 1 часа 10 минут до 1 часа 30 минут. Между тем, общественный десант выяснил, по такой дороге добраться до Усть-Кулома не то, что полтора часа, и трех не хватит. Поэтому круглосуточный стационар хотя бы на пять коек для 2000-го населения поселка жизненная необходимость. Для экстренных больных, когда их в связи с невозможностью вывезти из-за дорог, можно положить здесь и наблюдать их при враче или при фельдшере. Хорошо, если один заболеет, а если заболеют трое, и в разных сторонах, скажем, этого поселения, как будет врач бегать от одного к другому? Нина Шмарова уверена, проблемы с медицинским обслуживанием в поселке Зимстан Усть-Куломского района требуют срочного решения. И власти района тоже не должны стоять в стороне, заявляя, что вопрос не в их компетенции. Именно в их интересах обеспечить стабильность отдаленного поселка и убедить чиновников от здравоохранения, что в Зимстане живут тоже люди. Анастасия Тюрлина, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.